На индексацию зарплат могут рассчитывать около 6 миллионов человек. Но обо всем по порядку расскажу через несколько секунд. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8 800 5000 977. Россияне, оставшиеся пять лет назад за бортом так называемых майских указов о повышении зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы, наконец-то получат прибавку. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Речь идет об административном и вспомогательном персонале. От экономистов до техников и уборщиц до нянечек в детских садах. Повышение затронет 5 миллионов 800 тысяч человек. Прибавка составит 4%. Основные средства на индексацию будут направлены из региональных бюджетов. С прилавков магазинов могут исчезнуть дешевые лампочки на 60 и 75 ватт. Лампы накаливания мощнее 50 ватт могут запретить в России. С таким предложением выступила Минэнерго. В ведомстве отметили, что закон предусматривает возможность таких ограничений. Так, с 1 января 2011 года в стране действует запрет на продажу 100 ватт, сообщает ТАСС. Правда, в министерстве считают, что одновременно с отказом от лампочек накаливания должна быть снижена стоимость энергосберегающих. Рубль продолжает укрепляться к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком 7 сентября, составляет 57 рублей 33 копейки. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 51 копейку. Стоимость европейской валюты также снизилась на 36 копеек, по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 68 рублей 41 копейку. Это когда вырастут мои дети. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 17% годовых. 8 800 5 977. На этом все, Вячеслав. Остается только добавить. Лампочка должна быть не только энергоэффективной, но и финансово сберегающей.